День города в студии Кристины Бочкарева. Здравствуйте! Главные темы дня. Прямая линия. Губернатор Павел Малков ответил на вопросы жителей Рязанской области. Мир, труд, май. Имена выдающихся рязанцев занесли на доску почета. Филиал МГИКа, Московский институт культуры и искусства, откроет свои двери в здание ДК Птицеводов. 24 апреля губернатор Павел Малков провел прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого ответил на вопросы жителей Рязанской области. Глава региона добавил, что вопросы, которые не прозвучали в эфире, обязательно будут обработаны. Список вопросов на прямой линии значительный. Шла речь о здравоохранении, социальной инфраструктуре, о приведении дорог в порядок, обновлении парка общественного транспорта и благоустройстве территории. Поговорили про обеспечение региона льготными лекарственными препаратами. Дескать, есть нехватка. Павел Малков сказал, что отсутствие это дополняется путем отдельных оперативных закупок. Одновременно с этим создается электронная персонифицированная система обеспечения лекарствами. Она позволит оптимизировать эти процессы. Запустят ее в июне. Также по поручению Павла Малкова прорабатываются вопросы строительства новой школы в ДПР-7 и 7А. Плюс здание школы номер 27 в Мервино. В регионе у нас сейчас строится 5 школ. Уже строится. Это немало. В прошлом году начали строительство двух школ в Рязани. На 1100 мест каждый. Это в районе ЖК Олимпийский и в Семчино. И также у нас по области строятся школы в Касимове, в Сараевском районе и в Скопинском районе. В ближайших планах строительство школы в районе стадиона «Спартак» в Рязани и второй очереди для Дядьковской средней школы. Помимо этого идет подготовка к строительству школы для одаренных детей в Мервино. Наш регион вошел в число пилотных субъектов, где по решению президента будут построены школы с самыми передовыми подходами, с самыми передовыми методиками обучения. У нас вот эта школа будет размещаться в Мервино. Проект имеет для нас такую особую важность, особый приоритет. Земля уже выделена. Сейчас идет проектирование. Ну и уже выделены федеральные деньги на строительство этой школы. И я считаю, что эта школа не только станет гордостью для нашего города, для области, она еще и станет серьезным импульсом для развития всего этого микрорайона. Ведется работа и по другим объектам инфраструктуры. Военный госпиталь, например, обещают сдать в августе. А новую поликлинику в Дашково-Песочне уже начали строить. Первые пациенты ее смогут посетить в 26-м году. В этом же начнется финансирование ремонта здания художественного училища. Долгое время работы здесь не проводились. Губернатор поставил задачу Министерству территориальной политики региона сформировать новый график поездок по муниципалитетам для контроля, исполнения поручений и обсуждения новых задач. Первоочередность посещений будет определяться по итогу опроса местных жителей. Тем не менее, муниципалитеты посетят все. Те вопросы, на которые во время прямой линии не ответили, отработают соответствующие министерства и ведомства, добавил Павел Малков. В региональном правительстве наградили тружеников Рязанской области. Мероприятие проходит ежегодно в преддверии 1 мая. Имена выдающихся рязанцев занесли на доску почета на Площади Победы. Ежегодно в канун праздника весны труда на доску почета Рязанской области вносят имена лучших тружеников региона. Учителя, строители, инженеры, работники социальной сферы, культуры и спорта. 45 представителей самых разных профессий и 12 передовых предприятий и организаций наградили в торжественном зале регионального правительства. Уважаемые члены комиссии по определению кандидатов для запрещения на доску почета Рязанской области разрешите от лица всех собравшихся сегодня в этом зале предстоит ли раз на прогрессии и сверхдейственности благодарить вас за высокое отземное приглашение. Всех тех, кто поработал на благо Рязанской области в 2023 году, поздравил губернатор Павел Малков. Он также подчеркнул, что награды, которые вручили труженикам, это знак признания от жителей всего региона за профессионализм и любовь к своему труду. Здесь, на самом деле, наши земляки, которые побеждали в самых важных всероссийских соревнованиях, побеждали во всероссийских конкурсах. Здесь рязанцы, которые с самых первых дней из УОП помогали нашим бойцам, которые сейчас там защищают нашу Родину. Спасибо вам всем огромное за вашу самодерживую работу. Вот про каждого здесь, абсолютно про каждого можно сказать очень много цепных слов. И каждый, безусловно, достоин того, чтобы лицам достать на счет. В заключении церемонии награждения Павел Малков поздравил всех участников с наступающими праздниками и пожелал не останавливаться в профессиональных достижениях. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 2024 году День города в Рязани пройдет 24 августа. Решение это приняли в ходе заседания Рязгордумы в четверг, 25 апреля. Праздник проведут в более поздний срок из-за возможной нехватки коллективов в разгар лета, а также отпусков у горожан. В этом году празднование Дня города решили не объединять с Днем ВДВ и форумом древних городов. В большинстве случаев налог на доходы физических лиц уплачивается автоматически. Он удерживается работодателем с зарплаты сотрудника. Но есть ряд случаев, когда нужно самому рассчитать сумму налога, подать декларацию на доходы физлиц и заплатить налог. О таких ситуациях далее в сюжете. Первый пункт, при котором нужно подать декларацию, это продажа имущества в прошлом календарном году. Речь идет про квартиру, автомобиль, землю и так далее. Важное уточнение нужно обратить внимание на так называемый минимальный предельный срок владения имуществом. Здесь у нас действует несколько правил. Если продавались транспортные средства, то мы обращаем внимание на срок нахождения в собственности. Менее трех лет и более 250 тысяч рублей, если было транспортное средство, тогда представляется отчетность ТРНДФЛ в налоговый орган. Если автомобиль или другое транспортное средство было в собственности более трех лет, то в принципе мы никаких действий не осуществляем. Что касается недвижимого имущества, то здесь есть ряд особенностей. И минимальный предельный срок владения имущества, собственно говоря, на который мы обращаем внимание и смотрим, есть ли необходимость отчитаться, может быть как три, так и пять лет. Поэтому мы рекомендуем налогоплательщикам, которые получали доход от продажи недвижимого имущества, ознакомиться с информацией, которая размещается у нас на сайте Федеральной налоговой службы. Три НДФЛ нужно подать и в том случае, если человек получил наследство не от близких родственников, продал долю в уставном капитале, победил в лотереях, рекламных акциях и так далее, индивидуальным предпринимателям на общей системе налогообложения. Подать декларацию необходимо не позднее 2 мая этого года. Торопиться не нужно только тем, кто подает декларацию на получение налогового вычета. Те граждане, которые не уложатся в срок и представят декларацию позже 2 мая, вот, к сожалению, эта категория уже у нас попадает под штрафные санкции. За несвоевременное представление декларации формы Три НДФЛ у нас предусмотрен штраф в размере 5% от суммы налога, которая подлежит уплате на основании декларации. И эта сумма не может быть меньше 1000 рублей, но не должна быть больше 30% от суммы налога к уплате. Направить отчетность можно и электронным способом в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц. Сервис автоматически переносит в декларацию персональные сведения о налогоплательщике, и это позволяет избежать ошибок при заполнении. Другой способ – направить декларацию Три НДФЛ через любое отделение МФЦ. На прошлой неделе губернатор региона Павел Малков сообщил, что с нового учебного года будет возобновлен набор филиал Института культуры, который, напомню, закрыли в феврале 2021 года. На улице Почтовой в выходные прошел день открытых дверей, а на этой неделе стали известны новые подробности. В Рязани продолжается капитальный ремонт Дворца культуры и искусства, бывшей ДК Птицеводов. Об этом сообщил зампред правительства области Артем Никитин. По его словам, в рамках реконструкции на территории появятся различные архитектурные сооружения и мобильная сцена для проведения различных уличных мероприятий. Дворец культуры и искусства станет комплексным центром для семейного досуга с лекционными залами и местом для развлекательных программ с зоной каворкинга с Wi-Fi. С января 2025 года в обновленном здании планируют разместить очное отделение рязанского филиала МГИК. В Рязанской областной детской библиотеке прошел фестиваль для любителей иностранных языков. Праздник весны и литературы, так называют его сами организаторы, уже стал доброй ежегодной традицией. На английском, немецком, французском и даже испанском в детской библиотеке прошел фестиваль иностранных языков, который посвятили 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Школьники подготовили костюмированные сценки из произведений «Солнце русской поэзии». А главным украшением праздника стал романс на пушкинские строки студента музыкального колледжа имени Пироговых. По словам организаторов фестиваля, каждый литературный праздник проходит в своей аутентичной тематике. Так, например, в минувшие годы его посвящали русским сказкам, произведениям Уолта Диснея, Яралашу. Сегодня на библиотечных подмостках со своими номерами выступают те, кто занял призовые места на городском конкурсе юных щечцов. Литературное состязание по произведениям Пушкина, переведенного на иностранные языки, проводили с февраля по середину апреля. И оно так же, как и этот фестиваль, успело стать за долгие годы доброй традицией. В этом году у нас фестиваль мы объединили с итогами конкурса. Перед фестивалем мы проводили конкурс «Читаем Пушкина на иностранных языках». И мы победители этого конкурса пригласили сюда на фестиваль. Вообще фестиваль проходит очень интересно, потому что ребята готовят инсценировки. Они вот, если вы заглянете в зал в костюмах, все тут и царевны, и цари, и короли, и кого только нету. И задолго к нему готовятся, уж заранее готовятся. Поэтому я думаю, что это очень полезно, потому что дети хоть во время этого фестиваля могут использовать те знания, которые они получили в школе. Цель ежегодного фестиваля – акцентировать внимание на важности изучения иностранных языков. Ведь это не только открывает широкие возможности для знакомства с литературой других стран в оригинале, но и позволяет развить когнитивные функции мозга. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Еще больше новостей на сайте город62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова